Привет всем! Сегодня я хочу показать, как я готовлю пирожки из быстрого теста кефирного, не дрожжевого. Это тесто понравится всем тем, кто спешит, кто не очень любит возиться с дрожжевым тестом, потому что все-таки дрожжевое тесто требует времени. А это кефирное готовится очень быстро, легко. И посмотрите, как я делаю пирожки. Сегодня они у меня с мясом, а вообще могут быть, конечно, с любыми начинками, какие вам нравятся. Главное, что тесто очень вкусное и готовится очень быстро. Итак, для пирожков нам понадобится полкилограмма муки. Обычной муки у нас называется Фарина Ди Грану Тенеро Зиро. В общем, обычная мука, которая у вас есть. Примерно 350 миллилитров кефира. Лучше, если он будет не слишком свежий, а так покислее немножко, потому что покислее кефирчик лучше рыхлит тесто совместно с содой. Сюда нам понадобится 1 чайная ложка без горки соды. Обычной соды для выпечки. Вот здесь у нас она называется Бикарбоната Ди Содио. Если кто хочет узнать название на итальянском. И 3 ложки растительного масла, но у нас будет оливковое, ну, наверное, можно любое. Это для теста. Соль, сахар по вкусу добавляйте. Для начинки у нас мясо и лук. Мясо у нас будет уже готовое, молотое. Если у вас готовое, хорошее не продают, то можно самим смолоть. У нас телятинка. В общем, взрослый теленок. Вот пишут, без ГМО, в общем, не генномодифицированный. 300 грамм у нас этого фарша телячего. И на эти 300 грамм у меня довольно крупные 2 луковицы. Вот я их уже очистила. Сначала я потушу лук до мягкости и сладости. Не надо его прижаривать. Просто, чтобы он был мягкий и сладкий. Где-то минут 10 на слабеньком огоньке я его тушу. Потом смешаю с этим фаршем. И так минут 5 вместе туда-сюда потушу. Специи по вкусу все берутся. И, в общем, вот эти все ингредиенты. Начинка для этих пирожков, конечно, может быть любая. Здесь подходит и яйцо, и рис, и капуста, и картошка. Но у нас сегодня с мясом. Так захотелось с мясом. Потому что погода более прохладная уже. И хочется мяска. Вот я просеяла в миску полкилограмма муки. И сейчас сверху я присыпала соль. Примерно 1 чайная ложка. И 1 чайная ложка без горки соды. И сейчас буду вливать кефир. Вот у меня здесь мерная кружка. И когда вливаешь кефир, эта сода гасится. И потом надо быстренько замешивать тесто. Добавлю еще 3 ложки масла потом. Вот так. Видите, как пузырится эта сода. Сода гасится, гасится. И рыхлит тесто. Это тесто очень мягкое, вкусное. Из него можно делать из такого теста даже простые лепешки. На сковородке вкусные получаются на кефире. И сейчас я замешаю тесто. Вы ориентируйтесь по вашей муке, по вашему кефиру. Насколько жидкий кефир. И как мука впитывает. Может быть придется добавить немного кефира или муки. Короче, надо замесить тесто, чтобы оно было не прилипающее. Но в то же время мягкое. Итак, вот я уже замесила тесто. Оно должно быть вот такое, довольно мягкое. Но в то же время не прилипающее. В общем, еще раз повторю. Соотношение кефира и муки, влажности и сухих ингредиентов, возможно, вам придется подкорректировать самим. Потому что и кефир может быть разной консистенции. Более жидкий, более густой. И мука может в разных странах по-разному впитывать. Вот так. Такое мягенькое тесточко. Балдею, когда вожусь с тестом. Вот такое оно должно быть. Возможно, вам придется добавить 1-2 ложки муки или меньше кефира. Смотрите сами, я даю примерно полкило муки и 350 миллилитров кефира. И 3 ложки растительного масла. Это примерно. Вы уже подкорректируетесь. Но тесто это чудесное. На любые пирожки оно отлично годится, быстро готовится. Вот так. Сейчас я быстренько приготовлю начинку. А тесто постоит минут 20-30, чтобы оно как бы созрело. И это быстрые пирожки. Не всем всегда нравится возиться с дрожжевым тестом. Или не у всех есть время на дрожжевое тесто. Там надо часами ждать. А эти пирожочки быстренькие. В наше время скоростей можно вот такое готовить. Тоже вкусно очень. Все. Пусть оно стоит у меня полчасика. Я в это время приготовлю начинку. Вот лук я порезала мелко. Добавила 3 ложки оливкового масла. И сейчас буду на слабеньком огонечке тушить его до мягкости и сладости. Чтобы он был прозрачный и не пригорел ни в коем случае. Тогда он даст начинке просто шикарный вкус. Нежность и сочность. Вот лук уже стал прозрачным, мягким. И сейчас я добавлю мясо, соль и все специи. И потушу все вместе минут 5. Как фарш должен быть не полностью готовый, а так до полуготовности. И он в самих пирожках уже дойдет до готовности. Итак, наше тесто постояло полчасика. Посмотрите, какое оно эластичное, мягкое. По своей структуре оно очень похоже на дрожжевое. Посмотрите, какая прелесть. Хотя это не дрожжевое, это кефирное тесто. На кефире. Но сода и кефир сделали свое дело. Они тесто очень умягчили. Такое эластичное, приятное в работе. Пирожки будут очень мягкие, чудесные. Фарш у меня уже готов. Как я сказала, фарш можно любой брать. У нас говядинка с луком тушеным. Можно капусту, рис с яйцом, например, некоторые делают. В общем, кто на что гораст, кому что нравится. И так примерно нарежу сейчас. Такие не очень-то крупные, чтобы они были. Ну и не очень мелкие. Средние. Каждый кусочек я скатаю так шариком. И потом расплюшиваю эти лепешечки на фаршировку. У меня получилось 12 примерно одинаковых кусочков. Значит, будет 12 пирожков. Если у вас семья большая, можно делать двойную порцию на килограмм. И вот так аккуратненько распластываем каждый кусочек пальцами. Лучше пальцами, скалкой не советую, потому что и так получается тесто лучше, лучше по структуре. Более пышное, мягкое. Все-таки скалка, она как-то расплющивает слишком. Ну, или делайте как вам угодно. Я делаю вот так. И на серединку кладу примерно столовую ложку начинки. Вот так. И защипываю пирожки. Формирую. Я не знаю почему, но у меня такая привычка, чтобы вот так уголки загибать сюда. И чтобы пирожки были вот такие. Но это моя привычка. Кто-то, может быть, любит остренькие кончики. Я люблю вот такие. Вот так я делаю. Сейчас сделаю все пирожки. Буду их жарить. Это у нас жарение сегодня. Ну, не знаю, если испечь, будет, наверное, так же хорошо. Но сегодня мы хотим почему-то жарение. Так. Так, я уже сделала все пирожки. Вот такие. Они такого размера. 12 штук получается. Уже сказала. Сейчас налью немного масла в сковородку и буду жарить. Итак, масло должно быть хорошо разогрето и наливать его надо достаточно. Ну, примерно слоем 1 сантиметр, чтобы пирожки прожаривались со всех сторон ровненько и хорошо, чтобы не пригорало ничего. Все. Сейчас я буду выкладывать пирожки. Кажется, масло уже разогрелось. Видите, сразу начинает кипеть, значит нагрето. Вот так. Ну, как зарумянится с одной стороны, переверну на другую сторону. И так я их уже перевернула, видите, они зарумянились. И вот хотела показать чуть-чуть ближе. Смотрите, как тесто пузырится. Пузырьками поднимается. Очень мягкое будет, воздушное. Вот я положила другую партию. И тоже, вот смотрите, какие пузыри по краям поднимаются. Видите, как тесто пузырится. Вот пирожки уже готовы. Их надо выкладывать на бумажное полотенце. Вот такой, даже лучше двойной слой. Чтобы сразу впиталось лишнее масло, оно нам не нужно. Вот они с пылу, с жару. Я еще не могу их касаться, потому что они очень горячие. Вот у меня две такие тарелки получились с пирожками. Там одна, здесь вторая. Сейчас чуть-чуть остынут. Покажу, какие они внутри. Так они уже немножко остыли, тепленькие. Смотрите, я их касаюсь. Они мягкие, мягкие, мягкие. Прелесть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»